В России сегодня всерьез заговорили о том, что наша страна может предоставить политическое убежище Эдварду Сноудену, программисту американских спецслужб, который рассказал всему миру о секретной системе слежки за абонентами сотовой связи и пользователями интернета. Сам он остается в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Будущее его пока непонятно, продолжит Григорий Емельянов. С инициативой предоставить Эдварду Сноудену политическое убежище выступил член президентского совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он убежден, России надо занять четкую позицию и Сноудену Соединенным Штатам не выдавать. Моя задача была, когда я направил обращение, все-таки коллегам выступить как правозащитники, как правозащитникам, да, и дать оценку. Поэтому если человеку политическим убеждением, а все-таки он заявил о политических убеждениях, так что он пошел туда работать для того, чтобы разоблачить эту систему, это политические убеждения. Есть две позиции. Либо мы вращаемся к президенту, если коллеги по совету поддержат, чтобы, кстати, Сноуден остался в России. Либо, в конце концов, если он готов принять Венесуэлу, Эквадор, да, мы отправляем, он уезжает спокойно в Венесуэлу, Эквадор. Идея Кабанова нашла поддержку среди других членов СПЧ, считающих Сноуден борцом за права человека против тотальной слежки. Он не выдал какую-то информацию, не подрывает национальные интересы и безопасность Соединенных Штатов. Человек озвучил проблему, которая волнует граждан и Соединенных Штатов Америки, и России, и других стран. Право на частную жизнь, на тайну переписки, телефонных разговоров. Ему грозит пожизненное заключение, если он будет выдан Соединенным Штатам Америки. Человек страдает за свои убеждения, это недопустимо. Мы наблюдаем интересное явление. Один за другим появляются американские и другие западные граждане, которые выступают в борьбе за американские ценности, декларируемые, но нарушаемые государством. Нарушались и права американцев, и права граждан всего мира. У нас есть все основания помогать такому гражданину. В ближайшее время предложение будет рассмотрено на Совете. И, как говорит его глава Михаил Федотов, если наберет большинство голосов, будет оформлено уже как обращение к главе государства. Вопрос выдавать ли Сноудена советник президента напрямую связывает со статусом беженца. Со слов основателя Викиликс Джулиана Ассанжа, он помогает Сноудену. Соответствующие документы вроде бы есть, выданы Эквадором. Если это так, Сноуден под защитой международного права. Есть разъяснение Управления Верховного комиссара по делам беженцев, в котором четко и ясно сказано, что на время принятия решения о предоставлении в убилище беженец не может быть выдан. Он не может быть экстрадирован. Он находится под защитой, в данном случае под защитой ООН. Не столько под защитой России, сколько под защитой Организации военных наций. А что касается предоставления ему убилища, насколько я знаю, он просил убилища в Эквадоре и Венесуэле. А навязывать ему убилище в другой стране, ну, по-моему, это не совсем правильно. Это принципиальный момент. Чтобы претендовать на политическое убежище в нашей стране, Сноуден должен, как минимум, его попросить. Позицию России накануне озвучил президент. Сегодня ее в интервью и Тартас повторил глава МИД. Мы исходим из того, что Сноуден, как подчеркнул президент России Владимир Путин, свободный человек. Что у нас к нему нет никаких правовых претензий. Он наших законов не нарушал, нашу границу не пересекал. Находится в транзитной зоне аэропорта и имеет право вылететь в любом направлении, в котором ему заблагорассудится. Чем скорее это произойдет, как сказал Владимир Путин, тем будет лучше. Пока Сноуден в подвешенном состоянии, он дважды бронировал авиабилеты до Гаваны и дважды отказывался от полета. Пересечь российскую границу без визы он не может. А вот находиться в транзитной зоне Шереметьево может сколь угодно долго. По крайней мере, если он не передумает искать политическое убежище в Эквадоре. Там уже сообщили, что на рассмотрение вопроса уйдет несколько месяцев. Григорий Емельянов, Первый канал. И этот скандал разрастается как снежный комп. После того, как Сноуден рассказал, что наряду с американскими и британские спецслужбы отслеживают звонки и интернет-активность по всему миру, Берлин потребовал у Лондона разъяснений, до какой степени слежка затронула граждан Германии. По оценке министра юстиции этой страны, разведка устроила, цитата, «голливудский кошмар».